Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Техеном. Десятое место. Это так громко. Чангук всегда трогает Техена так нежно. Девятое место. То, как Техен держит его за руку и как они вместе бегут с счастливой улыбкой. Восьмое место. Совпадение или нет? Помните, как Чангук и Техен всегда проводили время вместе перед тем, как кто-то из них улетал? В любых отношениях рано или поздно наступает момент, когда ты звонишь ему в 3 часа ночи и спрашиваешь, когда он притащит свой зад домой. Восьмое место это poo. Теперь我要... Это будет 3 часа ночи. Так! áficный секунд Это вздох. В סЦ Bakом В羅 wrath пока occличная Логíp A 7 место. Просто факт того, что Тэхён пришел на Шучиту к Чангуку, заставляет меня кричать от любви. А их взгляды друг на друга. Безумно люблю их. 6 место. Поведение пары. Тэхён не хотел отпускать Чангука. Я вспомнил эти слова Чангука. Тэхён, пожалуйста, перестань меня кусать. Мне так больно, что я чувствую, что сейчас умру. Я всегда это чувствую, но ты очень красивый. 5 место. Пространство существует, но не для них. Эти лапки. 4 место. Забота. Чангук прячется за Тэхёном, потому что стесняется раздавать пригласительные листовки на концерт. Тэхён. Тэхён. Дотронулся ею до Чангука. Лучшая поддержка. 3 место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна. Свежий кимчи, молоко. Обед Чангука. Мультизёрновый рис. Острое рагу из минтая. Утка пулькоги. Салат из кальмаров. Кимчи из капусты. Смесь орехов. Ужин Тэхёна. Яичница с рисом, соевым соусом и зеленью. Рагу из мяса, кимчи и овощей. Тоста с креветочным фаршем. Острый салат из ростков фасоли. Кимчи из редьки. Спортивный батончик. Ужин Чангука. Рис. Свинина с кимчи. Свинина. Жареная на пару. Кимчи из редьки. Закуска из лука. И чеснока. Манговое мороженое. Юный шкодник Чангук в Твиттер 9 лет назад делал призыв шоколада. Хэштег Чангук превысил 270 миллиардов просмотров в ТикТок. Это самый используемый индивидуальный хэштег музыкального исполнителя. Хобби опубликовал видео с церемонией вручения наград Bill Good Music Awards Stay Cook в Твиттер 7 лет назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут даже у меня Дёрти Майнд возникли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джон Биллион, соавтор песни Seven, поделился своими мыслями насчёт того, почему её не продвигали на радио в Америке. Я работал с Чангуком над записью песни, и это первый трек в истории, который набрал миллиард прослушиваний за самое короткое время. И только потому, что он не получил позитивных отзывов слушателей радио, его не продвигали на нём. Мне непонятно. Кто-то в этой стране слушает её, но когда ты являешься руководителем радио или любым другим человеком, который по какой-то причине не включает её в ротацию, при этом заявляя. Мы не сторонники Пейла, но если он, артист, примет участие в моей передаче «Джингл Джем», тогда, возможно, я смогу что-либо сделать. Это и есть Пейла. Пейла – это когда ты давно находишься в музыкальном бизнесе, и у тебя такая концепция наподобие мафии. Когда ты, как тот гангстер, приходишь на радиостанцию и говоришь «Вот тебе 10 тысяч, ты должен крутить музыку моего артиста». Это и есть Пейола. У меня нет слов. Актёр Чону Джин, который играет Ким Джуана, Тэхиона, в фильме «Бегинс», поделился благодарственным сообщением и сказал, что, хотя он и не умеет следить за социальными сетями, он видел любовь, оказанную ему и этому проекту. Он свободно говорит по-английски. Какие же они в своем маленьком мире? «Бегинс» 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 Корейские СМИ сообщили, что Ченгук становится первым и единственным солистом кей-поп в истории, у которого есть 13 песен, каждую из которых прослушивали более 100 миллионов на Spotify. Ченгук заценил. «Бегинс» Тэхён был выбран как айдол, который, вероятно, произведет большой фурор в качестве радиодиджея. Тэхён занял первое место в опросе, проведенном Чхвё Эдолом на тему айдолы, которые, вероятно, будут очень успешными в качестве радиодиджеев. Тэхён, у которого мягкий и приятный низкий голос, обладает привлекательным голосом, предназначенным для радиовещания. Тэхён уже получил большой отклик, превратившись в романтического и эмоционального диджея в ночной радиопередаче. В сентябре 2022 года он в течение двух дней выступал в качестве специального диджея с Пак Хёншином в программе «Ким и нас. Звездная ночь», продемонстрировав свои отличные навыки ведущего. Тэхён сказал, «Я захотел стать радиодиджеем после того, как три года назад прочитал письмо от фаната, в котором говорилось, если бы Тэхён мог стать ночным радиодиджеем и позволить его голосу быть услышанным, я смог бы преодолеть тяжелую бессонницу и хорошо спать». Также он добавил, «Я только что получил шанс. Я принял этот вызов смело». Поклонники надеются, что Тэхён, у которого сладкий и нежный голос и доброе сердце, которое хорошо слушает истории и думает вместе, превратится в радиодиджея и исцелит. Чангук в майках – это очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клип Friends уже превысил 35 миллионов просмотров на YouTube. Все еще самый удивительный момент. BTS завоевали мир благодаря своей доступности, несмотря на звездный статус, а также духу New Age в своей музыке. Жанр музыки New Age призван вдохновлять, расслаблять и настраивать на позитив слушателей. Говоря в целом о кей-поп, между айдолами и фанатами гораздо более тесные отношения. Фактически, одной из основных определяющих особенностей этой музыкальной культуры является упор на взаимодействие фанатов и айдолов. Поэтому мы видим регулярные обновления в социальных сетях, фан-встречи с личным общением с айдолами, и поэтому гораздо больше понимаем их на человеческом уровне. Лучшая модель Чангука. Новая фоточка Техёна для Компоуз Кофи. Это улыбка Чангука на слова Техёна. СМИ пишет, Техён достиг исторического рубежа в качестве солиста. Дебютный сольный альбом Техёна Лайоува вошел в историю как первый альбом солиста кей-поп, все треки которого превысили 100 миллионов просмотров на Spotify. А слоу-дансинг, фортепианная версия, стал последним треком, достигшим этой вехи. Этот замечательный подвиг еще более примечателен, учитывая, что Техён не сотрудничал с другими артистами для своего дебютного альбома, что контрастирует с подходом большинства его коллег по группе. Успех альбома еще раз подчеркивается его рекордной скоростью. Лайоува достиг этого рубежа всего за 258 дней, что делает его самым быстрым альбомом азиатской группы, достигшим этого рубежа. Он превосходит предыдущий рекорд группы New Jeans Get Up. Улыбка Чангука, когда он понимает, что его обнял Техён. Официальный блок корейского агентства занятости для людей с ограниченными возможностями «Блухие фанаты» сталкиваются с различными препятствиями на пути просмотра контента своих любимых знаменитостей. Две девушки, «Блухие фанатки» BTS и NCT, рассказали о том, как они стендят своих айдолов, с какими трудностями они сталкиваются и какие улучшения необходимы. Девушка написала «Мой биас Техён». Обычно я смотрю их контент или прямые трансляции, а также посещаю места, где побывали BTS. BTS на сцене настолько круты, что кажется, что я не могу осмелиться подойти к ним, но это приятно быть способным познакомиться с BTS. Которые пахнут людьми на развлекательных шоу, таких как Run-BTS. То есть приятно видеть их естественную сторону. Второе место. Это так интимно. То, как Чангук прижался всем телом к Техёну. Я так люблю этих магнитиков. Я знаю, что вам нужно для того, чтобы этот день стал чуточку лучше. Просто посмотрите на то, как Чангук шлет сердечки для своего любимого Техёна. Техён, а что ты там потерял? Техён, а что ты там потерял? То, как Техён хватается за сильные плечи Чангука, в то время как Чангук держит его вот так. Первое место. Просто подошёл и поцеловал своего Чангука в шею. Чангук целует лапки Техён. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.